итак приступаем у нас сегодня очередное занятие скажем так очередная встреча по возможностям java fx до этого я проводил семинары где рассказывал о поддержке событий как они обрабатываются какие есть события и так далее сегодня мы посмотрим еще один интересный аспект современного пользовательского интерфейса это графика я думаю вы понимаете что 21 веке конечно мы пользователей можем заинтересовать заказчиков можем заинтересовать не столько могучими возможностями которых не видно глядя на экран да а именно то как это все представлено красивая анимация красивые графики красивые там я не знаю какие-то другие решенные нестандартным допустим дизайнерским способом какие-то элементы все это именно создаст тот внешний вид который может пользователям быть крайне интересным кстати вот это то что сейчас я сказал да красивая анимация дизайн и так далее однозначно говорит о том что на сегодняшний день при создании подобных приложений без дизайнера по моему вообще бесполезно даже пытаться за это браться например я будучи преподавателем окончив бауманский и имея специальность расчетчик на прочность ну естественно занимающийся программирование именно математическими моделями всю свою сознательную жизнь в одиночку не смогу сделать ничего приличного попытки были не обладаю не умею но соответствующий специалист в команде с идеями с скажем так с некими рисунками и главное если этот человек будет работать соответствующей среде которая позволит ему не просто мне нарисовать картинку фотошопе а поучаствовать непосредственно в проект создавать именно в проекте визуализацию да это даст конечно на сегодняшний день именно тот результат который ожидается обратите внимание если мы уж говорим о технологии java fx она предполагает наличие подобной среды которые именно ну скажем так с уклоном в дизайн это сцен билдер который точно так же как и например среду разработки для java нет динс вы можете скачать на сайте oracle но мы будем говорить сегодня именно о графике о возможностях скажем так для себя чтобы иметь представление а что же здесь готовы есть и что мы можем использовать практически сразу в любом приложении и так смотреть значит архитектура java fx предполагает кроме ну скажем так стандартных элементов вот у нас наверху есть api java fx который включает в себя те классы те элементы управления которые составят пользовательский интерфейс но ниже под этим под всем вы видите есть естественно в основе всего и библиотека сама фундаментальный там допустим java developer kit но обратите внимание да над этим над всем вот таким голубым цветом несколько прямоугольничка выделя которые показывают что присутствует для того чтобы эта архитектура работала присутствует некоторый набор элементов с операционной системы с нейтив платформы все дело в том что если мы хотим производить производительную графику высокого качества с высоким разрешением с там я не знаю с очень быстро обновляющиеся какую-то анимацию то понятно что средствами именно программными до создать наверное подобные практически нереально либо мы на себя перетянем по сути все ресурсы которые есть на компьютере ну либо это будет что-то очень простое допустим если мы посмотрим какие-то приложения тот же самый свин где все мы рисовали сами конечно можно сделать много графики но будет ли это так качественно и по красоте а значит и по количеству кадров в секунды сколько мы можем отрабатывать и так далее поэтому здесь предполагается что у нас есть кроме всего прочего вот он называется движок призма и естественно этот движок являясь частью операционной системы обязан использовать имеющиеся возможности видеокарту установлены на компьютере здесь показано посмотрите какие насчет скажем так нужны элементы для какой операционной системы чтобы вот это возможное скажем так поддержка со стороны железа была осуществима для прорисовки графики java fx естественно компьютеры разные пользователи может быть совершенно разные машины и допустим там нет у него необходимого оборудование не установлено то тогда в этой ситуации будет происходить программный рендеринг естественно такая возможность существует мы будем считать что это конечно же является в каком-то смысле для серьезного графического приложения вариантом не совсем рабочим и так это скажем раз элемент второй элемент вот он находится чуть выше и прям буквально по java fx да и ниже quantum toolkit понятно что это вся механика которая выполняется либо там про программы либо с помощью графической видеокарточки она естественно требует каких-то ресурсов со стороны операционной системы в том числе должны быть некие потоки которые отвечают за вот эту обработку смотрите здесь получается есть выделенный поток и не один выделенный поток именно вот этот элемент под названием quantum toolkit он и отвечает за создание за выполнение соответствующего кода в этих потоках например здесь есть поток польского интерфейса где-то он тут написан java fx application ну да как обычно у нас приложение польского интерфейса одна потоковая и вот именно в этом потоки будут срабатывать наши обработчики при этом есть еще один поток если не брать медиа до который отвечает за визуализацию различных там роликов записи звукового сопровождения это отдельно мы это не рассматриваем сегодня у нас есть вот призм соответственно он будет обеспечивать визуализацию на экране ваших ну с одной стороны и модели польского интерфейса объектные модели которые вы создали а с другой стороны визуализация и всяких разных графических элементов что здесь важно как часто происходит вот эта визуализация информации на экран смотрите за все здесь отвечает специальное событие пульс если где-то в вашем приложении присутствует графика ну допустим самый жесткий вариант много графики присутствует активно используется вот эта вот система анимации соответственно тогда максимально с какой частотой это событие пульс будет происходить и будет заставлять рендериться в этом специальном потоке ваше приложение это 60 раз в секунду это максимально ну это скажем так данные которые вот на сегодняшний день где-то я читал в принципе наверное со временем и может меняться кто его знает может быть они и увеличат этот параметр все зависит уже наверное от каких-то особенностей реализации по ту или иную операционную систему если анимации нет то тогда событие пульс оно появляется допустим в результате каких-то изменений вашей объектной модели ну например вы можете изменить размеры вы можете изменить местоположение какого-то элемента на экране ну и так далее я думаю вы понимаете что в современном программировании польских интерфейсов большое количество параметров свойств элементов управления которые связаны с визуализацией какие-нибудь там с моменты с цветом заливками всякими разными другими элементами там не знаю рамки можно менять и так далее вот это все любое изменение подобного свойства оно приводит к тому что событие пульс оно будет поставлено оно будет сгенерировано соответственно оно будет поставлено на обработку вот в этот поток который занимается рендеринг либо сам либо с помощью железа так что перерисовка изображения на экране обновление изображения на экране не является в данной архитектуре задачи программистом вообще мы этим скажем тогда непосредственно не должны заниматься нам не придется заниматься как допустим в каких-то традиционных польских интерфейсах обработкой события связано там с перерисовкой и так далее и так далее все изменение автоматически приводит к тому что будет в очередной раз рендериться изображение все эти изменения будут учтены и вы увидите новое состояние максимум 60 раз в секунду что же у нас рендерится вопрос да получается ну хорошо что у нас рендерится а вот тут есть ну скажем так попытка немножко в виде действительно создать граф объектов важно то что когда вы создаете приложение java fx вы используя программный код либо используя есть возможность создавать в пользовательский интерфейс сцен билдер там пишется разметка с помощью fxml файла по сути некая форма xml формата и вы получаете дерево объектов по-любому у вас всегда есть некий вот ну мы сейчас не будем глубоко да изучать и смотреть какие здесь объекты но при написании кода демонстрационную мы так или иначе увидим объект например сцена который мы мы сами создаем и в эту сцену хорошее правильное название некая некий контейнер для нас высокоуровневый в которой мы помещаем те объекты наши которые мы хотим чтобы пользователь видел на экране меню там разные элементы управления гряды со своим наполнением и так далее и так далее так вот в любом случае формируя это дерево мы получаем действительно один корневой элемент и дочерний дочерний который имеет вот такую структуру древовидную и именно это дерево будучи созданным на этапе разработки программы это же дерево попадает при старте программы в виде объектной модели скажем так оно будет в памяти сформировано и оно же используется для рендеринга потому что по этому дереву легко отследить какие изменения каких свойств к чему приводит кого нужно перерисовывать и так далее механизм который рендерит он по этому дереву может скажем так все элементы легко найти и для всех элементов увидеть сделаны изменения ну и соответственно обновить всю информацию на экране ту анимацию которую мы дальше будем смотреть ее можно применить к любому элементу этого дерева я думаю вы понимаете я не буду специально ради этого открывать java fx ap я думаю вы понимаете что все элементы управления как обычно находятся в некой единой иерархии и супер классом для них является класс с названием с именем ноды узел и вот любой кто наследует от класса ноды все элементы управления кстати здесь не только элемент управления входит в эту иерархию но и графические примитивы допустим мы будем использовать сегодня ректангл да графический примитив он тоже является под классом этого ноды а значит к нему тоже может быть применен любой вот этот вот скажем так готовый элемент готовый запрограммирован уже заранее какой-то анимационный там не знаю этюд поэтому к любому элементу выбрали ради бога будет применен если элементов много в дереве то вы понимаете что вы можете применить к контейнеру какому-то да он там например у нас есть где-нибудь я не знаю грид какой-нибудь если вы применяете что-то к гриду то естественно вместе с ним будут преобразованы таким-то образом двигаться анимироваться и его все дочерние элементы более того можно специально здесь давать вот то что тут написано групп да есть прям такой специальный класс который также является под классом нода и вы можете объединить часть элементов польского интерфейса в группу и тогда весь ваш код анимации примененный группе действует на всю группу тем самым можно серьезно сократить количество строк кода которые нужно написать если вы захотите посмотреть какие-то готовые ну скажем так навороченные именно с точки зрения внешнего вида приложения графических java fx то это не вопрос можно скачать посмотреть там на сайте Oracle по в разделе анимация есть какое-то приложение там где трава движется листья там на дереве и так далее все это требует конечно как я уже говорил работу дизайнера ну а наша с вами задача посмотреть именно с точки зрения объектной модели какие у нас есть классы какие у нас есть скажем так возможности программные для того чтобы мы могли что-то на экране менять хорошо что первое у нас есть класс у нас есть класс трансформации и вот этот класс он определяет ряд трансформаций которые уже запрограммированы понятно что мы могли бы может быть многие вещи реализовать сами допустим вращение какого-то элемента но опять же да если мы хотим сделать вращение значит там надо будет рассчитать как у нас происходит изменение каких-то там координат на плоскости и так далее и так далее допустим нас интересует масштабирование ради бога скейл можно использовать опять же да там может увеличиться уменьшится изображение на экране параллель перенос translate это элемент сдвигается так вот самые такие скажем традиционные действия которые выполняются очень часто пользователям на экране у нас же ведь есть еще в java fx поддержка вот этих сенсорных возможностей для мобильных устройств для любого компьютера если экран сенсорный масштабировать да ради бога если пользователь с помощью скажем так устройств или с помощью руки задал изменение увеличения то отреагировать мы же получим в виде события должны отреагировать на нее то воспользоваться готовым классом скейл я думаю будет самым простым решением чтобы изменять масштаб то же самое относится и к повороту то же самое относится и к перемещению когда мы пальцем двигаем поэтому по сути вот эти простейшие простейшие объекты позволяющие ту или иную готовую трансформацию для нас реализовать они связаны с поддержкой сенсорных экранов давайте посмотрим как это выглядит вообще что из себя это представляет и много ли надо написать строк кода чтобы сделать я не знаю там изменение размеры или там поворот 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 какого-нибудь элемента на 360 градусов а для того чтобы посмотреть какой-то подобный пример я подобрал так во-первых я использую NetBeans и в NetBeans я уже сгенерировал стандартную программу если кто будет пытаться создавать что-то сейчас то это создать проект java fx приложение java fx не добавлял сюда ни одной строчки кода а наоборот только кое-что стер что там связано с комментариями чтобы у меня больше информации умещалось на экране вот она стандартная заготовка для приложения java fx который есть есть по сути одна функция переопределенной из унаследованного класса application под названием старт где мы должны создать то что будет на сцене появляться сама сцена вот она здесь создается и в сцену будет помещено дерево объектов вот оно наше дерево в данном случае понятно что в их заготовке в дереве объектов присутствует какая-то одна панелька stack панель называется с одним дочерним элементом вот он add добавляется кнопочка собственно говоря здесь и анимировать то нечего нажму s6 для запуска их заготовки чтобы убедиться что она работает однако работает и вот она кнопочка да даже нажимается пишет hello и так что мы сейчас с этой программы можем сделать и давайте несколько элементов создадим хочется чуть больше возможностей ну например 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 я хочу чтобы здесь была пара кнопок какая-то текстовая надпись в конце концов поэтому в старте где у меня здесь написано создание объекта я не буду их объявлять на уровне класса для демонстрации как локальные переменные эти ссылки меня вполне устроят ну я во-первых позволю себе скопировать еще одну кнопочку сделать там какая-нибудь с надписью пусть она будет там я не знаю тест баттон так это у нас здесь будут объекты создаваться естественно на нашу кнопочку 2 не будем вешать никакого обработчика единственное нам нужно чтобы она попала да в дерево объекта и обязаны мы ее добавить сюда у нас есть корневой элемент некая наша панель которую мы все дочерней добавляем отлично так еще вот они элементы управления контролы да здесь можно посмотреть в импорте если я поставлю точку то увидите что у нас есть баттоны у нас есть чекбоксы стандартный набор который мы привыкли надписи лейбл есть он есть элемент под названием там я не знаю сплиттеры у нас есть текстовый элемент какая-то надпись на экране да текст есть текст текстерия текст филд все что угодно на все случаи жизни так ну давайте собственно говоря текст хотел показать но он наверное находится в другой библиотеке давайте я создам именно надпись вот так вот чтобы она была прям как объект текст так хорошо текст пусть она так и называется текст и мы ей какую-нибудь присвоим начальное значение так new текст текст что у нас конструктор предлагает а но пока не подключены поэтому давайте поставим так точку запятой видите сцен текст есть у нас еще специальный набор скажем так по работе с текстами некоторых дополнительных там можем создать текст сразу с надписью хорошо для того чтобы у меня была надпись мне потом она может быть пригодится как отдельный элемент создам я его стринг какую-то там контент сделаем там я не знаю что-нибудь напишем так что-нибудь напишем хорошо ага и контент мы сюда передадим контент есть естественно текст надо точно так же добавить как мы это уже создавали сюда в наш контейнер и так и так будет ли это работать если мы попытаемся запустить программу и мы вообще-то видно что их несколько элементов да вот один элемент а над ним сверху другим сверху он расположен ну наверное это анимирует не самый лучший вариант все дело в том что используемый здесь вариант стек панели он рисует элементы друг на дружкой как как стек поэтому ну оно визуально не очень выглядит давайте мы заменим на что-нибудь иное есть например такой элемент который называется ну я не знаю допустим там в бокс вертикальный бокс элементы будут располагаться друг за дружкой по скажем так по порядку как мы их добавляем в бокс создадим мы его этот в бокс есть горизонтальный бокс есть грит есть есть огромное количество всяких разных у нас контейнеров которые позволяют так все в бокс подключен ну стек пенел можно удалить можно оставить никому она не мешает итак пожалуйста вот наши объекты о другое дело все по очереди нарисованы как мы хотели возьмем вот эту кнопочку среднюю B2 которую я сделал button 2 и попробуем для нее реализовать некий вариант с анимацией готовые анимации после того как мы создали сцену ну главное что после того как мы создали все элементы управления вот здесь вот ниже для этих элементов управления мы можем попробовать что-нибудь сделать с поворотом так rotate называется это transition вот они вот попадают видите в пакет animation если вот сейчас мы этот transition возьмем назовем его как-нибудь rt rotate transition создадим этот объект потом посмотрим когда библиотеку подключим какие там есть еще варианты вот она уже подключена ну да вот она animation rotate transition посмотрите здесь у нас есть видите вот fade это когда видимость элемента прозрачность меняется у нас есть ну path transition это интересно вы можете задать есть такой объект path и не только в java библиотеке и в других которые позволят задать сложный путь и по этому сложному пути path transition отработает проход наших объектов там не замк каким-нибудь разворотом с какими-нибудь петлями будет красиво перемещаться у нас есть вот то что мы пытаемся использовать масштабирование у нас есть transition transition перенос просто перенос элементы и так далее иногда бывает полезно создавать более какие-то сложные варианты но допустим я хочу чтобы объект повернулся сдвинулся повернулся о тогда если это происходит именно друг за другом то тогда мне подойдет sequential последовательное я то что здесь задам ну скажем так я создам отдельно объект rotate transition потом перенос вот этот вот translate transition и соответственно сделаю потом снова rotate и вот в этот как контейнер sequential transition их три эти объекта размещу как дочерние элементы и они будут отрабатываться последовательно как написано а если они должны отрабатываться вместе не вопрос есть другой контейнер и он все свои дочерние элементы выполнит одновременно так хорошо rotate что мы здесь должны в конструкторе указать должны ли что-нибудь мы указать видите всего два параметра максимальное количество это по времени за сколько происходит изменение и кому ноды вот он ноды и кто должен поворачиваться отлично первый параметр duration duration точка что у нас есть ну в миллисекундах нам будет сложновато наверное разумно в секундах не знаю три секунды медленно две секунды как хотите запятая и button 2 button 2 прежде чем запускать мы естественно должны в этом объекте посмотреть настройки потому что настроек много и конечно обязаны какие-то настройки сделать иначе дефолтные значения могут оказаться такими что и никакой анимации мы не увидим на экране например я хочу чтобы у меня изменялось надо с это смотреть у меня изменялось ну он же будет поворачиваться from от нуля нормально сама угадала что правильно будет от нуля я хочу чтобы поворачивался set to ну что 360 пусть вращается затем мне нужно чтобы поворот происходил set что там еще выбрать хорошее set duration мы уже установили что мне не хочет показать вот он cycle count сколько раз чтобы он провернулся там есть варианты бесконечные вообще-то но давайте не будем увлекаться 3 и после того как мы все это настроили вот теперь можно сказать да отрабатывать и она будет отрабатывать отрабатывать можно по кнопке было бы например ну так как у меня вот обработчик есть можно было бы в него поставить ну давайте мы при старте программы это произойдет само rt play play pause вы видели есть метод да то есть вы можете написать некий код который управляет анимация она там то запускается то останавливается приостанавливается и так далее смотрим смотрим о ну конечно без дизайнера все это выглядит странно но с другой стороны вы видите сколько строк кода мне пришлось написать для реализации подобного действа если смотреть на объект rotate transition его настройку ну давайте считать там play не будем считать это не настройка включение ну там 3-4 строчки кода зависит конечно от количества настройка в целом вы видели что объект по сути самодостаточный ему только нужно привязка к ноду если вы хотите привязаться к чему-то другому то ради бога у нас есть еще один замечательный элемент который можно было бы попробовать root это весь наш vbox вот смотрите вот vbox есть группа по сути это контейнер он выступает в данном случае как группа вся группа она поворачивается представьте что у вас сложный интерфейс контейнер в нем контейнера и какой-то один из них как элемент интерфейса допустим где-то вот здесь вот какая-то вы уже можете разбить эту всю программу на части и какая-нибудь вот это будет из них поворачиваться для того чтобы показать там я не знаю она может поворачиваться не обязательно в плоскости здесь есть элементы которые поддерживают и третье измерение и тогда может поворот происходить и как-то вот относительно оси чтобы было видно разворот объекта там с разных сторон можно было рассмотреть все это можно сделать здесь можно какие-то поставить элементы управления которые позволяют задать относительно какой оси и как быстро будет происходить это вращение в принципе при наличии идеи все это программируется вы видите сам поворот моментально так хорошо вернем здесь button 2 как поворачивается все меня в общем-то особо не порадовало еще что-нибудь вот такой элемент который называется fade transition да пропадает появляется яркость вы уже поняли что просто чтобы вы видели что действительно но разницы нет никакой если я создаю другой элемент то логика программирования остается абсолютно такой же абсолютно видите даже конструктор у них одинаковый чтобы мы могли буквально использовать свой опыт который мы уже скажем так получили при работе ну только возьмем конечно же текст другой пожалуйста пропадать появляться он должен естественно раз он должен пропадать появляться то у этого элемента должны быть совсем другие сеты вот видите from value хотя там был from angle но это разумно что они его назвали чуть иначе чтобы было понятно что он от внешнего непрозрачного from 1 да это у нас соответствует непрозрачному варианту он меняется до from to value но 0 это будет вообще его не видно давайте все таки оставим хоть чуть-чуть 0.1 на 10 процентов видимости сохраним этому элементу так о а сделаем его бесконечным а что там три раза у нас поворачивается кнопка это будет совсем другое set cycle count так и здесь timeline там есть такая специальная константа которая indefinite означает бесконечно что еще она если чтобы она бесконечно работала это же не вращение да она исчезла потом должна появиться исчезла должна появиться то есть нам нужно чтобы она в обратную сторону отрабатывала и здесь у нас есть тоже настройка соответствующая которая auto reverse называется true правильно сама знаешь что ставить timeline подключим но сейчас этого легко добавим и так все вот тоже 4 строчки настройки осталось только написать fc.play и это что у нас какой-то текст ну смотрим на какой-то текст вот когда кнопка перестанет вращаться чтобы нам не мешало вот вы увидите что надпись она пропадает исчезает это будет происходить бесконечно вы же понимаете что такими всякими визуальными эффектами тривиальными да как то там бледнеет или становится чуть там нельзя другого цвета или там еще каким-то образом выделяется мы можем акцентировать внимание пользователя когда он что-то в интерфейсе сделал не сделал получил или там не доделал это все очень выигрышно можно использовать пожалуйста вот у нас эта анимация она будет работать бесконечно это понятно последний из этого раздела из этого раздела готовых готовых много вот если здесь еще раз поставить точку готовых вариантов много но вы же понимаете что не может такого быть что на все случаи жизни это какого много что я придумываю тут если эти все вычеркнутые убрать устаревшие скажем да какие-то классы то у нас остается этих транзишенов ну десяток ладно там десяток остается даже чуть меньше и возникает вопрос а если то что мне нужно реализовать отсутствует как мне быть тогда в этой ситуации стандартное решение если ни одна из готовых версий преобразования вас не устраивает то нам предлагают сделать свою в конце концов класс от которого все это наследует он есть но он не transform называется он называется по-другому называется animation animation вот поэтому мы берем класс давайте посмотрим как это насколько это сложно создать свое что-то может быть у нас это все не устроило ладно я говорю хорошо давайте мы что-нибудь свое сделаем мы говорим мы будем бибрать animation ну назовем этот объект там аним анимэйшн сокращенный new и я был не прав не от анимэйшн конечно наследует анимэйшн от него наследует транзишн и от транзишн идет один из готовых а мы говорим нет нас готовые не устраивает мы возьмем сам транзишн и от него наследует просто анимэйшн еще находится выше по иерархии поэтому мы можем использовать конечно же как ссылку на этот объект так транзишн 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 итак ставим пустые скобки этот класс абстрактный поэтому по-любому нам нужно будет его переопределять а может она мне поможет сама транзишн о да среда понимает что мы не можем создать объект там абстрактного класса или интерфейсов поэтому она мне всегда в этих ситуациях предлагает реализовать те самые абстрактные методы которые там встречаются обратите внимание что по сути мы создаем объект анонимного класса ссылочка о нем нам позволит с ним работать и после того как мы там наполним его какой-то сутью мы сможем написать аним точка play что уже не будет ни для кого какой-то неожиданностью и то что мы здесь запрограммируем мы сможем это заставить работать да наверное вот этот фейт транзишн я закомментирую то он нам будет может мешать мы с тем же текстом что-нибудь делаем но уже свое и так обратите внимание метод interpolate мы переопределяем который получает одно входное один входной параметр тип double диапазон значений в этом double меняется от 0 до единицы это как раз число которое мы получаем и будет нам определять момент в нашей анимации понятно 0 начало единица это окончание ну и понятно что если это 0 5 мы находимся в середине вот этого duration допустим который может быть задан там в секундах миллисекундах и так далее и вот в зависимости от этого от этой величины в зависимости от положения в в относительно во времени да в относительно нашей анимации мы как-то по-разному можем здесь что-то сделать но идея состоит в том что понимаете может быть мы хотим чтобы она не просто поворачиваться например начинала поворачиваться быстро потом медленно то есть какая-то вот своя такая специальная логика а можно еще что-то придумать идей может быть огромное количество вы можете уже найти я думаю и в сети большое количество каких-то готовых примеров реализации своих преобразований так анонимный класс конструкторов не позволяет писать но зато позволяет писать блок инициализации чтобы нам поменьше делать вот там ниже где написано аниме мы можем здесь все необходимые настройки сделать например set duration можно прям здесь подставить например ну пусть оно тоже будет происходить в секундах секундах ой это нажал в секундах и это меня устроит две секунды так это duration а я неправильно сделал это же не duration это же я delay это задержка то есть через сколько после запуска play она начнется анимация ну ладно две секунды сделал пусть будет так вот он cycle duration сколько будет длиться сама вот эта вот анимация но но тоже пусть будет две это мне будет проще сделать две сделали что еще ну вроде бы посмотрим там если может кто-то забыли потому что еще всегда можно легко добавить хорошо теперь займемся здесь реализации значит идея такая простейшая идея которую можно реализовать у нас есть некий текст который отображается в этом элементе управления вот он задан неким некой величиной контент и мы можем отображать только часть этой строки и тогда мы получим что надпись как бы так бегущая получается она раз появилась раз появилась и пропала появилась она будет вот именно такой по одному потом не знаю по одному символу она будет появляться если мы хотим чтобы надпись была на экране то вся то не вся такая анимация можно как-то назвать там бегущая строка анимация то мы тогда должны вычислять какая часть строки видна в зависимости от этого параметра понятно что если он единица будет видно все если ноль то ничего и так как мы это рассчитаем ну нам наверное разумно добраться до длины строки и лайн обозначим параметр который у нас из контента мы возьмем контент точка что у нас там есть length есть строки да так пусть будет раз и дальше мы вычисляем сколько видно букв мы возьмем так мы возьмем land умножим умножим на число который нам передали таким образом но здесь пока еще типы данных не приведены это понятно да соответственно мы возьмем математическую библиотеку масс в которой есть округление round вот вот так round и здесь уже в скобочках у нас тогда будет land умножить а она сама здесь что-то написала какая умная round в которой мы так вот умножим длину строки на вот этот дополнительный параметр round float ждет что будет на вход подано так как здесь мы на вход подали double то соответственно здесь замечание о преобразовании от старшего типа к младшему но если мы заменим явным преобразованием да вот здесь на float вот что я пишу float вот так параметр double мы преобразовали ко float теперь все законно с точки зрения типов данных и наша задача осталась только одна изменить надпись на экране текст точка set текст у нас есть set текст и здесь мы должны сказать что будет отображаться не все вот из этого объекта контент точка сап стринг сап стринг от нуля до н ну как то вот так ну опять же да вы понимаете реализация вот этого метода который мы обязаны дать своей версии она любая наша какую хотим ну попробуем может что-нибудь получилось вот сейчас это было кнопку конечно отключить но не важно вот я один раз видел что эта надпись пробежала надо сейчас кнопку закомментировать все отвлекает где этот rotate убрали его у нас надпись один раз пробежала я хочу больше надо здесь еще добавить какой-нибудь set ну там у нас есть cycle count можно сделать бесконечный она сама сделала бесконечный какая умная среда приятно просто программировать вот она вот ну похоже что как-то медленно от 2 секунды может быть надо было поэнергичнее сделать вот такая получилась а ведь вы же понимаете что мы рассчитали это по линейной зависимости а ведь можно же было использовать любой закон и она могла резко начинать потом притормаживать и это вот как раз есть та возможность которая с нашей стороны может быть в этом преобразовании реализована ну любая любой математический алгоритм закон какой хотите очень красиво именно выглядят в польском интерфейсе когда что-то притормаживает прежде чем дойти до нужной точки или там чуть-чуть еще как вот по инерции движется такие вот реализованы именно ну скажем посредством некой своей собственной такой логики вот пожалуйста смотрите готовые преобразования плюс создание своих собственных преобразований безграничный выбор если нам надо не одно действие там поворот и там поворот я не знаю перенос а если у нас целая система действий представьте что-то движется поворачивается там еще что-то и параллельно с этим еще какие-то другие объекты движутся может у нас там я не знаю целое задумано там не знаю какой-нибудь там анимации цветы распускаются вот это все сделано с помощью анимации у вас цветов там десяток у каждого там 50 лепестков и все вот это должно быть каким-то образом анимировано и оно должно быть еще и синхронизировано то есть это должно быть по времени по какому-то единому сценарию происходить вот для таких ситуаций когда у нас не одна не две а 10-20 анимаций мы используем мы используем вот эти которые мы сейчас разбирали да transition мы используем timeline создается объект вот вы видите вверху на первой строчке без параметров просто объект timeline и в него этот timeline вот он да добавляются какие-то кадры keyframes вот этот каждый кадр kf который здесь вы видите он с одной стороны себе содержит ну скажем так некие настройки по времени а с другой стороны в нем еще содержится key value связь со свойством который меняется например здесь берется какой-то rect basic понятно что тут четырехугольник допустим тут может быть любой объект естественно и мы можем у него менять практически любое свойство начиная вот как здесь там координаты размера и так далее и так далее и получается вы можете загнать вот в этот вот timeline десятки сотни вот таких вот преобразований и потом один раз нажав где-то кнопку вызвать play и все это синхронно вот по тому по тем временным отрезкам какой-то задали все это будет меняться вот это такое будет да серьезное большое изменение на экране происходить и соответственно вот в этом в этом сценарии в этом сценарии еще только не хватает звукового сопровождения да чтобы это еще и под музыку было тоже соответствующим по времени четко отсчетом тогда у вас будет ну действительно то что пользователю и нужно и так для того чтобы вот это посмотреть что-нибудь надо же сделать задумана такая простенькая программка представьте себе что у вас есть ну какое-то большое количество объектов которые должны как-то все синхронно двигаться вот то что здесь будет сейчас реализовано есть некая точка из которой объекты разлетаются это можно было бы там я не знаю с помощью подобной анимации там реализовать какие-нибудь элементы физического там процесса да какие-нибудь там вот такие где а может быть это можно было бы таким образом анимировать какой-нибудь там салют взрыв какой-нибудь там и так далее да ради бога можно это конечно было бы попытаться реализовать есть еще с учетом с учетом там цвета и так далее вообще замечательно но у нас будет простой вариант будут объекты которые будут из центра разлетаться на скажем так какое-то фиксированное расстояние и потом это будет повторяться бесконечно да они разлетаются разлетаются количество объектов конечно желательно сделать произвольно переменную вести для того чтобы мы могли посмотреть как система себя будет вести когда мы будем увеличивать увеличивать и увеличивать это количество объектов которые в этом таймлайн анимируются и так что для этого мне понадобится что мне понадобится либо надо делать новое приложение либо надо отсюда все стирать ну ну мне кажется что новое будет сделать быстрее и так файл создать проект java fx далее java fx 2 нормально готово так все приложение сделано вот тут некоторые элементы которые совершенно не нужны сейчас я удалю несколько вот этих комментариев и так программы есть в этой программе я сейчас не буду пока ничего делать стирать я пока начну сверху создавать элементы необходимые для нашей анимации а потом уже по ходу дела что это будет удаляться не буду злоупотреблять разными словами типа там приват паблик это все понятно что в большой серьезной программе нам понадобится там серьезно программировать но сейчас у нас будет константа нам которая и будет число объектов которые разлетаются ну что-то я 50 ну пусть там начнем с 5 да хорошо главное что мы легко всегда это сможем изменить следующий элемент что у нас будет разлетаться мы можем сделать массив объектов естественно можем сделать массив объектов но наверное четырехугольники они выглядят ректангл рек там о нашла она только вот я будьте аккуратны когда выбираете видите сколько этих ректанглов в каждой библиотеке нас естественно интересует java fx ректангл массив пусть это будут как угодно можно было назвать пусть будут ноды коллекция ноды надо создать массив new rectangles так а правильно она сама догадалась что их должно быть нам молодец элементы будут из точки разлетаться и у нас должна быть задана здесь еще у каждой точки чтобы они все разлетались как бы в разные стороны угол да угол который будет определять соответственно где на плоскости это там величина эта точка этот ректангл расположен ну так как их точек много у нас должны быть углы так же как массив но это будет простой массив дабл дабл естественно нам его число так и при запуске программы наверное это все должно инициализироваться разумно случайными числами не хардкод даже я буду 500 элементов проставлять чему оно равно random random new random так все java util нормально java util она должна была добавить точка запятой проверим на всякий случай да java util она добавила итак вот у нас есть теперь по крайней мере заготовка будущих наших объектов итак в методе старт должна создаваться сцена вот она создается с панель и так далее но вот вот все это что здесь создается вот так наверное я и удалю это их не интерфейс который нам совершенно сейчас не подходит в нашем случае что нужно а нужно нам инициализировать во первых все те массивы у нас их там пара массивов и пока на сейчас на этот момент они все не инициализированы срочно этим надо заняться и меньше нам так и плюс плюс итак цикл вроде бы задан в этом цикле мы с вами что должны проинициализировать каждый нодес нодес и ты чему он равен ректангл ректангл у ректангла есть в разные конструкторы в размеры стороны два на два ну как точка маленький можно большую два на два и цвет color color точка что там у нас есть не знаю пусть так это просто создание объекта у нас есть угол который случайный альфа и то естественно ему надо присвоить значение значение рандом 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 то точка next double он есть next double ну это неплохо но нам бы в градусах нет в смысле в общем в угловую надо перевести величину поэтому соответственно в радианы надо да перекинуть это ну там ладно какая-то формула у меня здесь есть на пи надо еще домножить пи там есть есть вот все это будет в радианах некий угол итак вопрос у нас есть я вижу да звук пропал оу а у всех звук пи на это значит у цитрикса какие-то проблемы к сожалению меня все работает как часы нет к счастью а вот то что пропадает звук я понял да это может быть связано с цитрикса он там не справляется в какой-то момент но к сожалению здесь ничего с моей стороны поправить я не смогу все звук появился нормально итак прогнали все наши массивы мы инициализировали теперь вот наша сцена она создается размер можно здесь задать ну побольше чтобы там нам не приглядываться 800 на 600 запятая еще у меня есть параметр color сцены чтобы потом было black белое на черном будет проще нам видеть вот он black а вот сюда в качестве дерева объектов посмотрите что мы добавим мы дадим вот эта группа групп java fx сцен а в эту группу видите там как можно положить коллекцию о я прям беру туда весь свой нодес и сбрасываю у меня получается сцена это будет коллекция вот этих вот четырехугольников буквально вот это все создается дерево объектов могу поставить 500 и будет там 5500 объектов и так что у меня дальше происходит никакого тайтла нам не надо это устанавливается шоу все сделано но это пока просто дерево объектов а теперь пошел таймлайн нам нужно анимировать все это если сейчас запустить программу она должна запуститься но если вот вы обратите внимание вот тут в углу в верхнем левом белая точка маленькая два на два это они у нас все там находятся все пять штук они должны из центра разлетаться поэтому сейчас пока у нас ничего не сделано отсутствует полностью анимация не вопрос тайм тайм да о нашла таймлайн так как мы назовем таймлайн таймлайн так и назовем таймлайн равно new таймлайн так здесь не требуется никаких настроек у этого объекта единственное что мы должны сделать это задать для объекта таймлайн сколько он раз будет отрабатывать анимацию ну бесконечно таймлайн точка индефинит все сделано бесконечно а теперь мы должны заполнить вот как мы здесь видели да мы должны создать эти key value и и положить их как дочерние элементы в этот таймлайн и потом вызвать play и один раз вызвать play так расстояние на которой все будет разлетаться мы сейчас вычислим мы возьмем сторону в общем умножим радиус напишем по теореме пифагора вроде бы да все это можно легко сделать масс точка sqrt квадратный корень из чего из двойки умножим на сторону нашего 800 пополам там 400 это радиус можно было просто хардкодов написать любое число не важно дабл мне надо смещение по осям x и y вычислять потому что в зависимости анимации она же движется по радиусу соответственно x y мне удобно именно в такой системе координат использовать далее мне нужен цикл я должен каждый объект анимировать каждый цикл по всем элементам я каждый элемент nodes id размещаю по середине экрана понятно что мы это она это она резко конечно предложил set x мне нужно всего лишь то навсего посередине экрана ну можно было конечно взять размер сцены можно было разделить там почему да я не то написал конечно можно можно было бы посчитать можно было бы еще как то сделать но мы воспользуемся вариантом хардкод у нас размер экрана 800 на 600 значит середина будет 300 на 400 все все элементы посередине далее для каждого элемента мы вычисляем его расположение на экране ну через косинус синусов все это опять же тригонометрия косинус есть есть косинус мы возьмем случайный угол альфа и ты тот который сгенерирован был там у нас чуть выше косинус вычислили косинус берите подсказки вычислили косинус умножим на радиус и прибавим смещение ну иначе он не полетит из центра иначе будет ну в общем неправильно будет выглядеть я буду побольше копировать чтобы это ускорить процедуру так теперь на главное не забыть все поправить здесь у нас соответственно будет синус будем брать и плюс 300 там другая син пропала скобка так смещение вычислены самое главное вот эти объекты пошли кейвэль кейфрейм итак я создаю кей кейвэлью 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 но по оси в кк в кейвэлью по сейкс равно new кейвэлью и здесь сейчас надо аккуратно разобраться значит для кого и и насколько оно должно сдвинуться измениться это свойство Вот здесь привязка идет к свойству. Я беру свой nodes it, и у него беру свойство x property. Я же по оси x собираюсь его двигать. Насколько? На dx. Вот здесь получается уже все с учетом наших обозначений понятно. Это смещение, но key value это сам элемент, связанный со свойством, а он должен входить в keyframe, keyframe, java.fx animation, kfx, new key value, keyframe. Так, здесь мы связываем уже их между собой. Задается время, а здесь указывается для какого объекта. Наша вот эта key, v, kvx. Вот для этого свойства keyframe, соответственно, по времени миллисекунды, миллисекунды, ну 900. Оно вроде за полупочти секунды, но оно так выглядит, по-моему, прилично. Хотя это зависит от компьютера. Не знаю. Так, создали. Это по x. И timeline можно это добавить. Timeline. Вот он, get keyframes, коллекция, точка. И, естественно, add keyframe. Все, вот она в коллекции. И это 5 раз, сколько там, 50 раз. Но это по одной из смещений. Теперь нам надо точно эти же три строчки повторить еще раз, потому что у нас есть и вторая координата. О, с этим мы справимся очень быстро. Итак, это у нас будет по y, по y, по y. Три раза поправили. Внимательно смотрим. Да, здесь это будет по y. То же самое, 90. То у нас будет не круг, разлет, а ellipse. К бы y. И добавили y в timeline. Похоже? Вроде похоже. По окончанию всего этого творчество play. Тот же самый метод, да? Play везде один и тот же. О, неплохо. Итак, f6, что ли? Не знаю, как видно там. Должно быть видно черный экран. Видите, 5 штук. Но так как углы один раз определяются в момент запуска приложения, то каждый раз оно повторяется. Если я сейчас занозы пущу, будут другие углы. Ну, это чуть-чуть по-другому, да, разлетается. Или я в руку, или одно и то же. Да, вот раз. Совсем другой вариант. Они равномерны почти. Итак, мы пробуем увеличивать на 5. Сразу делаем 500. Ну что, работает. Хорошо. У нас это не остановишь. 5000. Ага, видите. Ну, плашной круг уже практически получается. Понимаешь, что там 5000. Эти объекты все заняли. Все радиусы. Ну что, ставить 50 тысяч? Как? Народ думает. Ну, давайте попробуем. 50 тысяч. Сохраню на всякий случай. Сейчас ведь все вылетит. Да, это надо поработать, чтобы они разлетались по-разному, чтобы как облако было. Да, да, да. Но тут проблема есть в чем. Я не дизайнер. Мне вот это... Ну да, то есть они как бы вот так вот разлетались веером. Да, не вместе все, а веером. Можно? Можно, наверное, все это сделать, посидеть, проводить. Но обратите внимание, что мы получили на 50 тысяч. Вы видите, что она не работает, программа? Вот этот часы песочные у меня, да? То есть, по сути, программа, ну, в каком-то смысле заблокировалась, зависла. И с чем это связано? Я скажу. Это связано с тем, что у нас здесь с вами, по сути, не хватает памяти. Дело в том, что все те классы, которые мы смотрели, transition, тот код, который мы сейчас разбирали с таймлайном, он оптимизирован по скорости. Там действительно в этом вопросе все, я не знаю, до идеала вылезано. Но каждый объект, который мы создаем в этот таймлайн, он имеет большое количество настроек. Но сейчас придется как-то это выключить. А вот здесь есть такая кнопочка. Выполнить. Она еще где-то вообще не... Вот так, просто закрыть его попытаюсь. Умер, слава богу. Если вернем обратно 500, чтобы хотя бы убедиться, что программа нормально работает. Ага, нормально. Итак, значит, что у нас произошло? Посмотрите, каждый объект, который я создаю, key value, key frame, это объекты. Они, соответственно, в себе, вы же понимаете, это не просто, да, double. Там целая куча свойств. У него назначается там duration, свойства какие-то свои собственные и так далее. То есть получается, мы в таймлайн помещаем огромное количество объектов. И хоть это и оптимизировано по скорости, но по объему памяти съедаемой вы видите 50 тысяч. И программа у нас в данном, скажем так, вот в этой реализации, на этом железе, на этом компьютере, при этих настройках, она уже даже не стартовала. А 50 тысяч объектов, в принципе, ну, наверное, это много. Но в каких-то ситуациях, может быть, действительно это то, что нужно было запрограммировать. И возникает вопрос, ну, хорошо, а как? Ну, вот таймлайн никак. Так, поэтому я беру вот это все от слова timeline plane до timeline. Ну, может, конечно, зря я так делаю. Что-то думаю, может, переписать это просто все на другой вариант. Ладно, не знаю, пока не определился. Давайте пока я просто все тупо закомментирую. Весь таймлайн, все закомментирую. Так, все убрали, да? Что у нас осталось? Вот они созданы случайно. Ректы, углы. Это нормально, это нам нужно. Да, это я все закомментирую. Итак, другой вариант. Существует специальный класс, который позволяет анимировать, скажем так, с использованием меньшего количества объектов. Который позволяет анимировать с использованием именно события пульс. Мы сейчас напишем класс. Естественно, анонимный объект этого класса будет использован. И обработчик, метод, который там будет вызываться, он будет вызываться на каждое событие пульс. В этом обработчике мы сможем реализовать, по сути, изменение нужных нам свойств вручную. Не с помощью вот этих вот таймлайнов, кейфреймов и кейвэлю, которые меняют там свойства на указанные значения. А сами руками это все проделаем. Класс называется таким образом. New, мы создаем объект анонимного класса. Animation, Animation, Timer. JavaFX Animation. Timer неудачное название. Все ругаются, все пишут. Да, он, конечно, неправильно. Скажем так, не самый умный вариант. Название Timer. Выкину я Override. Это метод, который мы обязаны переопределить. Вы видите, называется Handle. И он получает вот этот параметр, это не Double, видите, Long. Это в Nano, в этих самых, как он там называется, NanoTimer. Так что ли? Это то самое время, которое вы можете получить, используя там таймер, там Nano и так далее. То есть это, по сути, вот то внутреннее правовремя, которое измеряемо в этих вот наносекундах. Этот Handle будет срабатывать, вызываться. На каждое событие пульс, который происходит. И вы тут своими руками говорите, сделай мне вот это, сделай мне вот это. А что мы хотим сделать? А что мы хотим сделать? Сейчас надо разобраться, что мы хотим сделать. У нас уже ректанглы есть. Они в дерево объектов были добавлены. И нам нужно только лишь их анимировать. Вот. Кое-что мы можем взять готовое. Например, радиус. Я хочу, чтобы они на то же расстояние разлетались. Чтобы как бы это было одинаково. Радиус разлета тот же. Цикл. Понятно, что мне надо все те же объекты. Все те же, сколько у меня их. Ну, есть анимировать. Ой, не то, нажимаю. Анимировать. Есть скобка. Добавили. Итак, с этим мы разобрались. Далее. Далее. Смещение надо посчитать. Это радиус. А на каком месте радиуса находится наша величина, да? То есть вот это нам надо сейчас посчитать. Соответственно, мы возьмем, вот, по крайней мере, такой предлагается вариант. Мы берем переменную какую-то, создаем, допустим, long. Ну, у нас же там long передается. Мы от этого должны счетчика плясать. Вот от этого. Now. Мы создадим какой-то типа временной интервал. Мы будем его брать так, как Now делить на очень большой, остаток от деления на очень большое число. 15, 3, 0. Еще 3, 0. Еще 2, 0. На полтора миллиарда, что ли, получается. 3, 3 и 2. Почему так много? Ну, иначе. То есть, если Now 0, то у нас 0. А если Now 1,5 миллиарда, это же в наносекундах, это быстро набежит, то это единица. Это будет на максимальном удалении по нашему радиусу. Ну, понятно, что эту константу надо было где-нибудь тоже описать, чтобы ее не хардкодить, ну, и подбирать, может быть, какое-то более грамотное значение. А вот теперь, насколько она отлетела от double, там пусть будет D, насколько она отодвинулась от центра, наша точка, мы ее вычисляем, вот это время T, радиус, радиус, радиус у нас есть, и опять делим вот на это число. Ну, чтобы не ошибиться, в нулях я его скопирую. О! И, соответственно, получается, если T0, то мы находимся на... в начале, а если T1, то мы на радиусе должны находиться, так, по-моему. Так, да, то мы будем как раз находиться на радиусе, чтобы T не единица будет, а 1,5 миллиарда, 1,5 миллиарда. Так, вот это мы сделали, а теперь мы воспользуемся не готовыми анимациями, а мы возьмем, вот прям и непосредственно будем, но не с помощью этих методов, нет, мы будем прям непосредственно менять, вот не через k-value будем обращаться к свойствам, а будем прям их сами менять. Вот x, я буду менять x-координату. Для этого мы возьмем... У нас где-то уже был такой код, чтобы не набирать его, notice. Вот он. Вот этот код. Вот насколько мы должны сдвигать. Итак. Значит, у нас будет сдвигаться все. Вот наша математика. Соответственно, по одной оси, по другой. Мы берем альфа. Смещение здесь мы посчитали в d. Параметр положили его. Плюс 300. Плюс 300 это центр. Здесь все правильно. А теперь куда мы это положим? Вот смотрите. Вот это все будет не в dx, естественно, здесь помещаться. Мы прям берем nodes. nodes конкретный. То есть на каждом тике мы проходим по всем notice и берем у него set. И прям там есть специальный метод setTranslate, который прям позволяет, видите, изменить координату x. Прямо непосредственно. Насколько. А вот мы говорим, вот настолько. Вот. Мы говорим, а вот настолько изменить x. Без всяких объектов, без всяких лишних, да, скажем так, свойств, которые как объекты, опять же, в памяти располагаются. И точно так же надо взять вторую координату. Нодес. Только это будет y. Translate. Чуть такой получился. Два раза что не нажалось. Так. Масс. Ну, синус, косинус. Вроде бы здесь все правильно скопировано. Ну, похоже на правду. И вот этот объект анимации, который мы сейчас создали, он пока просто объект. Вот его, то, закрывающая фигурная скобка. На этом объекте мы вызываем старт, чтобы он начал работать, вызываться, попал в эту всю систему. То же самое. Ну, уж чуть медленнее движется. Тут надо подбирать время. А сколько мне объектов? 500. Ну, что ж, остался последний эксперимент. 5 тысяч. Ну, 5 тысяч у нас работало. И здесь работает 5 тысяч, не вопрос. А вот не работало 50 тысяч. Там у нас были проблемы с памятью. Пожалуйста. И та же самая анимация. Для 50 тысяч эректов идет с... Похоже, что событие пульс немножко здесь стало реже, потому что у нас на каждом обработчике должно 50 тысяч объектов обсчитаться. Понятно, что она, наверное, 60 раз в секунду не может с этой системой сделать, но в любом случае мы очень сильно здесь сэкономили по памяти. И поэтому 50 тысяч. И поэтому 50 тысяч. Теперь вот для этого подхода анимейшн таймер не является проблемой. Я не буду еще писать один нолик. Что-то мне кажется, что это уже будет явно перебор. Ну, вот, пожалуйста, еще один способ, как можно сделать анимацию. Специальный класс, который связан с событием пульс. Ну, и последнее. Еще один я сделал... Одну сделал заготовку. Понятно, что... Вот эта своя анимация, мы уже говорили, требует усилий, дизайнера в том числе. Но ведь у нас есть большая библиотека, которая для JavaFX была создана. И иногда мы можем найти готовые элементы, анимированные в этой библиотеке. Просто, чтобы как пример подобного я покажу. Сейчас готовый уже абсолютно пример. Но, чтобы было понятно, о чем пойдет идея. Я запущу вначале программу. Так, где она? Проекты. Это не мои все проекты. Где-то кто-то работает на этом компьютере. Вот она, JavaFXChart запускает. Идея такая, что у меня есть какая-то таблица, вот она снизу представлена. А сверху идет графическое отображение этих данных, которые там, не знаю, откуда-то взялись, были прочитаны, были как-то табличным в виде представлены. И вот это графическое отображение, это готовый элемент управления из JavaFX. Если вы посмотрите по элементам отображения, вы увидите, что там есть у нас в библиотеке и круги разные, и линиями можно рисовать, и как вот это вот столбиками можно рисовать. Так вот, эти готовые элементы управления, которые не только отображают данные, там всякие надписи, система координат, и вот эти вот делаются, как они там называются, надписи, где, что и как используются. Но еще, если мы изменим в таблице какое-то число, вот в этом, во всем отображении, в этом элементе управления есть готовая анимация. Просто, чтобы нам было приятнее. Пожалуйста, любое значение мы меняем. Ой, прибор. И вот она анимация. Конечно, пользователю так нагляднее, чем просто было бы пересчелкнутое изображение с одного на другое. И вот такая готовая анимация. Естественно, я думаю, понимаете, что, в принципе, здесь уже были потрачены большие усилия, и профессионалы в том числе, на реализацию подобных уже готовых всяких разных элементов. И это тоже украсит приложение. Практически за, ну скажем так, с нашей стороны, за ноль усилий. Ну что ж, вот на этом, скажем так, готовом примере еще один вариант анимации. Я, наверное, и завершу свой рассказ. Если у вас есть какие-то еще вопросы, задавайте. Если вы в результате всего того, что вы просмотрели, захотите познакомиться поподробнее с джавой, то вы знаете, куда обращаться. Есть у нас сайт специалист.ру, и есть у нас курсы в огромном количестве, в том числе по джавой. И даже я их читаю периодически раз в два месяца, наверное, не реже. Это однозначно. Вопросов нету. Следите за нашими анонсами. В следующий раз, это после Нового года уже будет, я буду проводить подобные же семинары бесплатные. Они парами проводятся, по два. Я думаю, что следующая пара у меня будет называться так. Но вы знаете, что можно, имея откомпилированный код, нетовский код, джавовский байт-код, можно восстановить исходную программу. Вот это рефакторинг, я буду про это рассказывать. Ну а второй семинар, наверное, разумно сделать, посмотреть, как можно защититься от подобного взлома кода. Но это будет где-то уже после Нового года.